Визит Виктории Нуланд совпал с резким обострением политической ситуации в Армении, противостоянием действующего президента Сержа Саркисяна и одного из самых богатых людей страны Гаги Кацарукяна. Здесь сразу же родились шутки, а для кого может и не шутки, о подготовке Майдана в Ереване. Ведь Виктория Нуланд здесь известна как дипломат, раздававший те самые печеньки госдепа год назад в украинской столице. По протоколу главная тема визита – Карабахский конфликт, да и вообще отношения Армении со всеми соседями. Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в налаживании армяно-турецких связей. Но налаживание явно тормозит, если не глохнет. Президент Серж Саркисян на днях отозвал из национального собрания армяно-турецкие протоколы. Впрочем, Виктория Нуланд дипломатично поприветствовала тот факт, что Армения оставила возможность для диалога с Анкарой. Процесс нормализации армяно-турецких отношений может быть продолжен. Позиция США такова. Мы верим, что улучшение связи между Ереваном и Анкарой остается важным для обеих стран, в том числе для мира и стабильности во всем регионе. Камнем преткновения в ратификации этих самых протоколов стал нерешенный карабахский вопрос. Официально Анкара поддерживает Азербайджан, что для Армении неприемлемо. Таким образом, Ереван почти изолирован, выбор у страны невелик, остается дружить с Россией. Именно Москву здесь считают важным гарантом невозобновления войны в Нагорном Карабахе. Виктория Нуланд и в вопросе территориального спора сохранила привычный тон. Ситуационных заявлений сделано не было. У нас вызывает большое беспокойство ситуация на линии соприкосновения. Мы хотим, чтобы там было спокойно. Об этом заявляли и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Я говорила с президентами Сарксяном и Алиевым о прекращении кровопролития. Оно невыгодно ни одной из сторон. Высокий гость из Вашингтона успела возложить венок к мемориалу жертв геноцида армян в Османской империи и встретиться с главой МИД страны. Не забыла Нулан сказать нужные слова о достижениях Армении в строительстве демократии и укреплении гражданского общества. Впрочем, аналитики видят в этом визите больше смысла. Это важный сигнал от США, для которых Армения, традиционный партнер России, оказалась важным игроком в регионе. Тот факт, что Армения была и остается активным членом ОДКБ, в Армении расположена единственная на этот период из международно признанных государств Южного Кавказа российская военная база. Все эти факторы играют свою роль, но не меньшую роль, скажем, играет и фактор наличия крупной и, наверное, самой влиятельной в мире армянской диаспоры, которая, естественно, влияет и корректирует позицию Соединенных Штатов и на Южном Кавказе, и в отношении Армении также. Примечательно, что в Москве южно-кавказское турне Виктории Нуланд не вызвало особых эмоций. Никаких заявлений российская сторона делать не стала. Очевидно, сейчас в Кремле больше заняты Украиной, и опасность новых майданов в странах бывшего СССР в России пока считают второстепенной.